После финала чемпионата России по регби-15 прошло совсем немного времени, а «Локомотив» уже готовится к новым матчам. В этом году летний перерыв между сезонами составил всего три недели, поэтому железнодорожники получили 10 дней отдыха, а затем сразу же приступили к тренировкам. Уже в пятницу наш город примет первый тур «Семерки». В связи с этим спортсменам нужно не только сохранить хорошую форму, но и оперативно перестроиться на другую разновидность игры. Тем более, им предстоит защищать чемпионский титул. Команда в первую очередь получила отдых для восстановления, для того, чтобы залечить свои травмы, для того, чтобы вернуться в сезон. Сегодня команда уже готовится, она вышла, и не в первый год мы по этому плану работаем и добиваемся результата. Поэтому еще раз говорю, команда находится в штатном режиме, все игроки восстановившие, отдохнувшиеся, отдохнувшие. Поэтому еще раз говорю, что сегодня команда находится в полноценном рабочем режиме и готовится к старту чемпионата России по регби-7. Основной костяк команды составляют игроки, которые в апреле стали чемпионами России по регби-7. Хотя и без новичков в предстоящем туре не обойдется. Они пока привыкают к требованиям тренерского штаба. Новое, скорее всего, это вот, он акцент делает на передачу мяча, чтобы мы не теряли мяча. Вот это такое новшество, прям концентрация стопроцентная на тренировках. Пенза уже по традиции примет первый тур чемпионата России по регби-7. Причем в предыдущие годы домашнее поле локомотиву неизменно приносило удачу. В клубе рассчитывают, что так будет и на этот раз. Тем более, что теперь нет никаких ограничений для посещения матчей болельщиками. Помимо того, что это первый тур чемпионата России, это еще и кубок Ревката Сатарова, который мы в прошлом году выиграли вместе с первым туром. Стадион полностью готов, команда готова. Я надеюсь, что замечательно пройдет первый тур. Погода ждет хорошая, поэтому все готово к первому туру. Первый тур чемпионата России по регби-7 пройдет на стадионе Первомайские 8 и 9 июля. Начало матчей в 10 часов. Продолжение следует...